Добро пожаловать на наш канал! В принципе, тема домашнего насилия, она немножко о другом, но про самооборону я тоже скажу в конце и свое отношение в том числе к этому. Меня зовут Аня Ривина, я являюсь руководителем проекта «Насилию.нет». Это волонтерский проект, который занимается не адресной помощью как таковой, а именно привлечением внимания к проблеме домашнего насилия, чтобы об этом говорили и в первую очередь, чтобы была возможность узнать всю необходимую информацию о том, что это такое. Помимо этого, я являюсь исполнительным директором фонда помощи людям, живущим в СВИЧ-спитцентре. Я юрист, кандидат юридических наук, поэтому изначально на все эти социальные проблемы я смотрела с правовой точки зрения, но, безусловно, это невозможно делать, если не затрагивать все те социальные установки, которые у нас есть. И, безусловно, когда мы говорим про тему домашнего насилия, мы понимаем, что это, конечно же, феминистская повестка и, в первую очередь, проблема для женщин. Если начинать разбираться в этой проблеме, то нужно говорить, начнем с того, что домашнее насилие — это, в первую очередь, нарушение прав человека. Только в XX веке, после того, как в мире произошло большое количество страшных событий ее, мировое сообщество поняло, что нужно как-то задекларировать те права, которые и так, в принципе, очевидны, но, тем не менее, почему-то не все понимали, что этого нарушать нельзя. И были прописаны те документы, которые, как таковые, не гарантируют ничего, тем не менее, были придуманы те механизмы, которые закрепляли очевидные вещи. Когда мы говорим про домашнее насилие, в первую очередь, мы говорим про право на жизнь, право на здоровье, на здоровье психическое, на здоровье физическое, на право не подвергаться пыткам. Все те абсолютно очевидные вещи, как я уже сказала, к большому сожалению, не всем понятны, и в России обсуждение темы домашнего насилия до сих пор очень протекает сложно, и есть люди, к большому сожалению, есть люди и в Государственной Доме, и в Совете Федерации, которые считают, что это, в принципе, не проблема, и что мы не должны идти по тому западному пути, который уже всячески обосновал необходимость защищать именно женщинами от домашнего насилия. Когда мы говорим про Россию, нужно понимать, что нам очень трудно оценить реальную ситуацию домашнего насилия в стране. Почему? Потому что у нас по сей день нет специального закона, из-за этого у нас нет термина домашнего насилия в законодательстве, и получается, что мы просто не можем посчитать то, чего не существует. Только в последние годы МВД стала делать какие-то отчеты непосредственно по делам, связанным с домашним насилием, то есть есть венное количество статей, которые попадают в эту категорию, и можно хоть какие-то цифры узнать. Но, во-первых, все эти данные не в открытом доступе, то есть каждый раз мы именно просим предоставить нам эти данные, и во-вторую очередь у этих преступлений очень высокая порог латентности, то есть об этом не говорят. Поэтому даже те цифры, которые есть, они не отображают действительную картину. Но, тем не менее, можно говорить, что Россия в данном контексте укладывается в мировую статистику, насилие в той или иной форме происходит в каждой четвертой российской семье, в мире говорят о том, что это каждая третья семья. По официальным данным МВД, две трети всех умышленных преступлений и убийства, обусловленные именно семейно-бытовыми, носили семейно-бытовыми мотивами. До 40% всех преступлений, которые у нас происходят тяжких, это происходят преступления в семье. Если говорить про 2015 год, то зарегистрировано больше 50 тысяч пострадавших от насилия, из них 36 с лишним тысяч это женщины, больше 11 тысяч это дети. И 2,5 тысяч это мужчины. Тем не менее, для того, чтобы понять, что такое домашнее насилие, нужно все-таки разобраться с тем, что это за явление, почему о нем нужно говорить отдельно и почему вообще это нужно понимать как проблема на государственном уровне. Дело в том, что домашнее насилие, оно отличается от семейного конфликта. Абсолютно очевидно, что для любых человеческих взаимоотношений нормально, что люди могут общаться, ссориться, мириться, выяснять отношения. Это касается и коллег, это касается друзей, в том числе и семейных отношений. Но дело в том, что в случае семейного конфликта всегда есть причина, и люди, они на равных участвуют в обсуждении, каждый отстаивает свою точку зрения, просто пытается донести свое видение. В случае же домашнего насилия совсем не так. Есть так называемый цикл насилия. В нем есть три фазы. Первая фаза – это именно нарастание конфликта, когда ни с того ни сего воздух становится просто тяжелым. То есть абсолютно понятно, что уже не дается на равных общаться, уже нет возможности уверенно заявлять о том, что ты хочешь или не хочешь. После этой стадии всегда наступает вторая – это именно непосредственно разрядка. То есть это может быть сначала какие-то вербальные оскорбления, потом уже это доходит до рукоприкладства. И третья стадия – это так называемый медовый месяц. В эту стадию мужчина понимает, что он сделал что-то ужасное, и нужно извиняться. Он бросается в ноги и говорит, что такого никогда не повторится. Но опять-таки в чем отличие семейного конфликта от домашнего насилия? Что после третьей фазы всегда наступает первая. И вот здесь как раз хорошо показано, что после третьей фазы, когда мы продолжаем жить в этом состоянии насилия, получается так, что каждый раз первая фаза, именно нарастание конфликта, она становится все дольше. А фаза медовый месяц, она становится все меньше. Это значит, что со временем, чем больше длятся такие отношения, человек начинает чаще бить, больше бить, и намного меньше состояние покоя в семье хоть как-либо присутствует. Есть четыре вида насилия. В первую очередь, конечно, всем в голову приходит физическое насилие. Оно, в принципе, такое самое очевидное, самое откровенное. И тем не менее, в российском контексте до сих пор не всем понятно, что это преступление. Как мы знаем, Государственная Дума совсем недавно декриминализировала домашнее насилие и перевела это из категории преступления в категорию правонарушения. То есть тем самым поставив это в один ряд, грубо говоря, неправильно припаркованной машины. Но тем не менее, с физическим насилием, грубо говоря, все понятно. То есть ударил, это плохо, нехорошо, и опять-таки в нашем обществе люди хотя бы начинают стесняться об этом говорить. То есть человек, который применяет насилие, он хотя бы не хочет, чтобы об этом все узнали. Тем не менее, все начинается с насилия психологического. И порой психологическое насилие намного страшнее, потому что его задача — это уничтожить самооценку человека и сделать так, чтобы он был абсолютно под контролем. Если смотреть на международный опыт, есть страны, где есть уголовная ответственность непосредственно за психологическое насилие. Вот во Франции это было сделано всего лишь несколько лет назад. И опять-таки нужно понимать, что с психологического насилия начинается и все остальное. Потому что, конечно же, мужчина на первом свидании не позволит себе распускать руки. Он просто понимает, что тогда второго свидания не будет. Поэтому обычно те люди, которые позволяют себе применять домашнее насилие, они как раз в стадии ухаживания самые лучшие. Они самые внимательные, самые заботливые. Они пытаются всячески оберегать женщину. И в силу того, что мы до сих пор живем в патриархальном обществе и до сих пор читаем российскую классическую литературу, где как раз всячески преподносятся с романтической точки зрения желание мужчины добиваться, всячески игнорировать интересы женщины и ее нежелание как-либо участвовать в отношениях, а у нас это до сих пор воспринимается как что-то положительное. И когда там, я думаю, все слышали советские истории, как в институте какой-нибудь мальчик там 3-4 года ходил за девочкой. То есть абсолютно очевидно, что в российском контексте это нормально, хотя получается, что 3-4 года человек просто ходил, доставал, и ему непонятно было куда одевать, как его посылать, но тем не менее в итоге он своего добивается. И когда мы говорим про психологическое насилие, если говорить именно в контексте домашних, один из ключевых принципов – это изоляция женщины во время ухаживания, во время привязывания к себе от ее устойчивого окружения. То есть может начинаться все с того, что зачем тебе идти там с подружками куда-то, лучше дома посиди, или если мама может сказать, что она считает, что это не самый лучший выбор своей дочери, сказать, что мама твоя вообще ничего не понимает, и все тебе завидуют. И таким образом, когда женщине постоянно говорят о том, что она не так хороша, она уже в какой-то момент не может пойти к своему окружению привычному и рассказать о том, какой он плохой, что он делает, потому что они раньше ее предупреждали о том, что ты беги, ты беги, но тем не менее, в тот момент, когда происходит что-то страшное, зачастую женщина уже оказывается абсолютно одна в этой ситуации. Есть насилие экономическое. Опять-таки, если говорить про международный опыт, то есть страны, где есть уголовная ответственность непосредственно за экономическое насилие. Например, КНЕС сейчас рассматривает данный израильский парламент, данный законопроект. Экономическое насилие проявляется в той форме, что один из партнеров всячески контролирует все расходы в семье, он не позволяет принимать самостоятельные решения, на что тратить деньги, как их тратить. Он может не позволять выбирать какой-то род деятельности, говорить, где работать, как работать. Также могут быть какие-то, я не знаю, истерические звонки на работу с вечным контролем и тому подобное. И есть насилие сексуальное. Можно говорить про насилие сексуальное не о контексте домашнего насилия. Я думаю, всем понятно, что бывают изнасилования, и это, опять-таки, уголовное преступление. Тем не менее, в нашем обществе нет устойчивого понятия, что такое изнасилование в браке. Считается, что если люди вступили в брак, сходили в ЗАГС, то, в принципе, у них есть какой-то вот этот вот семейный долг, и то, что теперь они могут делать друг другу все, что угодно. На самом деле, конечно же, это не так. Даже если люди в браке, даже если они не в браке, а просто в доверительных отношениях, никоим образом они не могут принуждать партнера к тем видам сексуальной практики, которые для них неприемлемы. И мы прекрасно понимаем, что если прийти сейчас в полицию, и женщина скажет, что меня изнасиловал мой муж, то на нее посмотрят очень странно, и, конечно же, никто не захочет ее проблемам с пониманием действительной, и, конечно же, не захотят ей помогать. Некоторые психологи наделяют еще отдельную категорию использования детей для установления контроля над матерью. Но мне кажется, что в принципе в этом нет надобности, потому что, опять-таки, это микс и того же физического насилия, и экономического, и психологического. Если говорить про определения, то в мире есть очень разные трактовки, что же такое домашнее насилие. Есть страны, в которых домашнее насилие воспринимается только между супругами. Есть страны, где законодательно закреплено понятие домашнего насилия, куда могут подпадать даже няни или кто-то, кто постоянно находится именно в доме, кто, тем не менее, так или иначе зависит от того, что происходит в этом доме. Но если говорить очень в общем, то домашнее насилие – это систематически повторяющиеся акты физического, психологического, сексуального, экономического воздействия на близких людей, которые совершаются против их воли с одной единственной целью – чтобы обрести власть и контроль над ними. И здесь, опять-таки, можно сказать про разницу домашнего насилия и семейного конфликта. Люди могут ругаться, люди могут ссориться, тем не менее, нет этой систематичности, и тем не менее, у семейного конфликта всегда есть причина. Можно, грубо говоря, через 10 лет вспомнить. Помнишь, мы с тобой тогда поругались из-за того-то или из-за иного. В случае домашнего насилия этой причины нет. То есть, грубо говоря, человек может не обращать внимания на то, что чайник стоит с правой стороны от плиты, а вот на следующий день почему-то он решил, что это не возмутительно, и это будет причиной для того, чтобы избить женщину. Я не знаю, многие ли из вас видели фильм с Джоли Робертс «В костеле с врагом»? Нет? Тем не менее, это действительно хороший фильм. Это начало 90-х, и там как раз есть такой момент, что в бане висит три полотенца, и они должны висеть идеально ровно. Если хоть на один миллиметр, на сантиметр полотенца одно из полотенец висело неправильно, это было причиной, чтобы муж ее избил. Вопрос. Если есть домашнее насилие, можно ли с этим что-то сделать, или все-таки это абсолютная давность, которая всегда была, есть и будет? Международный опыт показывает, что с этим бороться можно. Международный опыт показывает, что, возможно, это нельзя совсем искоренить. Почему? Потому что все равно есть люди хорошие, плохие. То есть мы все знаем, что убийства запрещены, тем не менее, люди убивают. Что запрещена тража, тем не менее, люди все равно крадут. Тем не менее, вопрос, как к этому относиться, и является ли это нормой для общества или нет. Потому что, опять-таки, если мы будем говорить про права женщин в мировом контексте, на сегодняшний день есть 9 стран, где абсолютно легально можно за какой-то проступок женщину забить камнями. Или, например, совсем недавно была новость про то, что в Африке в одном из государств молодой человек изнасиловал девушку, после чего решением, советом каких-то там старцев, они решили, что нужно просто сестру этого мужчины, который изнасиловал девушку, изнасиловать в ответ. И это, опять-таки, легальное решение, старейшина этого общества, то есть никто не может его оскорить. Тем не менее, с домашним насилием бороться можно, бороться нужно, и для этого нужно идти параллельно именно двумя путями, и ни один из них не является важнее первого. В первую очередь, это меры правового регулирования, то есть у нас все-таки должен быть закон, где написано, что это такое, и что это делать нельзя. И второе, это, конечно же, изменение именно традиционных социально-культурных моделей поведения, то есть то, что в обществе является нормальным или ненормальным, как к этому относиться, открывать на это глаза, закрывать на это глаза. Если мы будем говорить про то, чтобы написать только закон и положить его на полку, то, к сожалению, это не работает. На сегодняшний день закон против домашнего насилия есть, например, в Индии, где, на самом деле, очень передовое законодательство по защите прав женщин, тем не менее оно не работает. Его написали, все сказали, да, это плохо, но тем не менее никто не работает с обществом для того, чтобы что-то изменить. И нужно понимать прекрасно, что и судья, и полицейский это представители того же самого общества, и если считается, что это нормально, то они из своей профессиональной деятельности будут к этому соответствующим образом относиться. Или, например, такой закон есть в Китае, где после принятия закона ничего не изменилось, и по сей день ситуация очень плохо обстоит. Поэтому здесь очень важно говорить про именно изменение вот этих самых социально-культурных моделей поведения. То есть, когда мы говорим о законе, он на самом деле не преследует цель именно отправить всех людей, которые распускают руки в тюрьму. Он называется в массе своей закона о профилактике семейного бытового насилия, и это очень комплексная история. То есть нужно сделать так, чтобы на самых-самых первых этапах, когда понятно, что в семье происходит что-то не то, была возможность получить правильную юридическую помощь, правильную психологическую помощь и выйти из этого. И в мире есть огромное количество разных механизмов для того, чтобы эту социально-культурную модель поведения именно менять. Это могут быть социальные компании в СМИ, это могут быть какие-то программы для некоммерческих организаций, которые рассказывают, куда обратиться, что делать. И очевидно, что на самом деле это не то, чтобы важнее, но это как раз то самое, что дает возможность закону работать. Почему? Потому что закон, по сути, это всего лишь просто рамки, это всего лишь правила игры. То есть можно всем рассказать, что это делать нельзя, но тем не менее от этих слов ничего не изменится, если постоянно не показывать это своим примером. Вот здесь есть несколько примеров именно социальных компаний, которые были направлены на то, чтобы привлечь внимание к проблеме домашнего насилия. И здесь в правом нижнем углу я добавила слайд. Это фотография. Мы запускали наш проект «Насилинет», запускали наш сайт, и он был приурочен 25 ноября, это Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. У нас, опять-таки, государство абсолютно не привлекает внимания к этой проблеме, у нас нету закона, поэтому мы решили вот именно каким-то образом сделать так, показать, что это может коснуться абсолютно каждого. Ну, про остальные компании я скажу, наверное, пару слов. Можно привлекать это в виде каких-то там, я знаю, мультиков. Помните, наверное, все рассказы про платье, когда все гадали черное оно с синим, или белое оно с золотым, и в итоге в Австралии вот решили вступить так, чтобы привлечь внимание, что нужно, на самом деле, видеть важные вещи. Но мне очень нравится социальная реклама, которая внизу в левом углу. Почему? Потому что это тоже сделали в Англии. Принцип таков, что эта реклама, она находится в торговом центре, и над лицом у этой женщины висит веб-камера. Когда посетители торгового центра все смотрят в эту камеру, то у женщины исчезают синяки. Как только они отворачиваются, начинают заниматься своими делами, то есть замалчивают проблемы, у нее опять все выступает на лице. И сейчас я вернусь к именно правовым аспектам, почему мы говорим о том, что государство обязано бороться с проблемой домашнего насилия. У государства есть такое понятие, как позитивное обязательство, позитивное право, оно заключается в том, что наше государство, оно обязано защищать жизнь, здоровье каждого гражданина. И когда произошла декриминализация, наши депутаты поступили совсем нечестно, потому что они совершенно неправильно расставили акценты и абсолютно неправильно транслировали нашим гражданам то, что они на самом деле сделали. Они говорили о том, что это несправедливо, что за побои не близких лиц административная ответственность, а за побои близких лиц ответственность уголовная, и что нужно эту коллизию как-то изменить, и что должна быть ответственность одинаковая для всех. То есть для всех административная. Хотя очевидно, что, конечно же, в случае применения насилия близким человеком и близкому человеку намного страшнее. Почему? Потому что, когда вас обидел незнакомец, вы, грубо говоря, можете прибежать домой, закрыть дверь и чувствовать себя в безопасности. Если вас избивает человек, с которым вы вместе живете, от которого вы зависите психологически, экономически, как угодно, вы просто не можете никуда деться. То есть у вас нет ни одного безопасного места. И большая проблема заключается в том, что в нашем обществе по сей день считается, что это дело действительно семейное, что не нужно выносить ссоры за збы. Можно пойти к родителям, которые скажут, что это твой выбор и что лучше уж какой-нибудь мужчина, чем никакой. Можно пойти в полицию, где вас будут уверять, что это дела семейные, и что они не хотят принимать ваше заявление о том, что вы потом помиритесь. И получается, что в нашей стране женщина, которая сталкивается с домашним насилием, она остается абсолютно наедине с проблемой, и она абсолютно не знает, куда идти за помощью и кого просить об этой самой помощи. И опять-таки, говоря о той самой социально-культурной модели поведения, нужно понимать, что в нашем обществе успешность женщины до сих пор принимается через ее личную жизнь. Поэтому считается, что наличие хоть какого-то мужчины намного лучше, чем его отсутствие. Важно понимать, что когда мы говорим о домашнем насилии и женщинах, здесь есть именно прямая взаимосвязь. Можно, конечно, говорить, что обижают всех и страдают не только женщины, тем не менее, женщин бьют не потому, что они хороши или плохи, женщин бьют именно потому, что они женщины. И если мы будем говорить про классификацию ООН, то домашнее насилие воспринимается именно как дискриминация, связанная по половой принадлежности. То же самое можно сказать и про насилие над детьми, потому что, очевидно, детей бьют по одной простой причине, они не могут дать сдачи. Когда мы говорим вообще про домашнее насилие, у нас есть три основные уязвимые группы. В первую очередь, это женщины, это абсолютное большинство, это больше 80% случаев. Во вторую очередь, это дети. И в третью очередь, это пожилые люди. То есть мы понимаем, что у нас пока что не готовы люди говорить именно об очевидном относении над женщинами, что, конечно же, не дает возможности говорить о остальных группах, меньше говорят о насилии над пожилыми людьми, а очень часто это действительно чудовищные ситуации, когда пожилых людей, которые физически уже не могут дать отпор, отбирают пенсии, их избивают, их выгоняют из дома. И опять-таки, конечно же, проблема в том, что им некуда обратиться за помощью. Здесь на карте это данные 2014 года. Здесь говорится не про домашнее насилие, здесь данные по уровню безопасности женщин. То есть здесь мы говорим о про насилие сексуальное, про насилие домашнее. Тем не менее, очень прямая взаимосвязь с того, что происходит дома, то, что происходит на улице. На сегодняшний день закон против домашнего насилия есть больше, чем 140 стран. В нашей стране, повторюсь, на сегодняшний день его нет. С того момента, как разводился Советский Союз, подобный законопроект вносился в Думу больше 40 раз. И ни разу он не прошел даже первое чтение. Сейчас наш законопроект опять находится на рассмотрении Упрофильного комитета по делам женщин и детей. Но, к большому сожалению, мы ходим вместе с Аленой Поповой, Марией Довтян, она с автором законопроекта «Домашнего насилия» и также сооснователь проекта «Насилия нет». Мы ходим по коридорам, мы заходим в двери к депутатам, мы даем им в руки законопроект и даем им пояснительную записку. И в этом комитете 12 женщин. Даже им мы не можем объяснить необходимость принятия этих мер. И, с одной стороны, все говорят, да, конечно, все понятно, но, тем не менее, ничего не делается. И вот я помню, когда мы ходили с подобными разъяснениями 8 марта, что очевидно, да, у нас визит-код забывает про женщины, 8 марта почему-то все решают сказать, что они так нужны и они такие хорошие. И мы решили воспользоваться этой возможностью и 8 марта рассказать про непосредственно женские проблемы. Так, представитель комитета сказала нам, что, ой, что вы пришли на настроение, портит наш праздничный день. То есть, очевидно, что никто не хочет думать о том, что это есть, никто не хочет слушать экспертов о том, как это должно быть. и никто в открытой не говорит, что это нормально, никто в открытой не говорит, что насилие-то хорошо. Но делается абсолютно все для того, чтобы эту тему как-то замести под ковер, и тем не менее не придумывались бы действительно действительные механизмы для того, чтобы делать что-то дальше. Ну и можно, конечно, вспомнить госпожу Мизулину, которая, например, сказала, что не так страшно, когда мужчина бьет женщину, нежели когда женщина оскорбила мужчину словом. То есть, это считается нормальным, когда сенатор государства говорит во все слышание, что применение насилия это нормально. Когда мы говорим про то, что нам необходим закон, опять-таки, повторюсь, наша проблема включается в том, что мы сильно отстаем от Запада, с другой стороны, у нас есть очевидное преимущество, мы можем посмотреть на те наработки, которые уже имеются, сделать выводы и уже применять столько положительной практики. В первую очередь, нам нужен закон для того, чтобы мы поняли, что такое домашнее насилие, чтобы мы просто сформулировали и было понятно, что это то или иное. И должны быть закреплены в законодательстве, конечно же, те самые четыре вида насилия. Помимо этого, очень важный механизм, который прописан у нас в законопроекте, это охранный ордер. Что это означает? Это означает, что если вы боитесь находиться с человеком, который применял насилие или может применить насилие, вы можете позвонить полицейским, и они без какого-то разбирательства просто запретят этому человеку к вам приближаться. То есть никто не скажет, что он преступник, никто не будет обвинять его в том, что он сделал то или иное, но у человека нет возможности к вам приближаться, у него нет возможности вам позвонить, ему могут даже запретить через знакомых передавать какую-либо информацию. И если он совершает что-то в нарушении этого охранного ордера, то это уже преступление не против человека, это уже преступление против государства, за что, конечно же, уже будет более тяжкая ответственность. Помимо этого, очень важно сделать защиту от преследования. Это именно уже судебный ордер, то есть это уже другая инстанция, которая выносит решение на основании тех или иных фактов. На самом деле, это очень актуально и для нас в том числе. Почему? Потому что те женщины, которые набираются смелости и уходят из этих сложных отношений, они порой не могут спрятаться от тех мужчин, которые их преследуют. Мужчины крадут детей, мужчины избивают тёщ, мужчины поджигают дома. А когда женщина в очередной раз пытается себя защитить, хоть как-то, когда уже понятно, что образ жизни и смерти, эти мужчины очень быстро бегут в полицию, пишут, что напали на них, и почему-то полицейские наши органы, вместо того, чтобы расследовать дела о том, как пострадала женщина, и они годами могут игнорировать женщину как пострадавшую, они очень быстро начинают возбуждать дела и защищать мужчину. Важна, конечно же, просветительская работа. Почему? Потому что, как я уже сказала, те самые полицейские судьи, они именно члены нашего общества, которые тоже считают, что насилие-то нормально. Я не знаю, кто из вас слышал, возможно, в ноябре был случай в городе Орёл, когда женщина позвонила в полицию и попросила, чтобы её защитили, на что полицейская ответила, что труп будет, приедем, опишем. На следующий день мужчина так сильно её избил, что она погибла, она умерла в больнице. Причём там история была именно такова, что на тот момент, когда она позвонила, они уже не были в отношениях, она всячески просила этому мужчину больше не появляться ни в её жизни, ни у себя дома. она звонила своему папе, просила, чтобы папа как-то защитил, папа выставлял за дверь этого мужчину. И опять-таки, нету никаких механизмов, чтобы себя защитить. То есть она дала уже понять, что она не хочет быть с этим человеком. И даже тогда, когда он её чудовищно избил, подловив её около дома, полицейские таким образом отреагировали на это. Ещё одна проблема, которая сейчас есть в нашей стране, заключается в том, что все статьи, в основном, которые касаются дела домов и насилия, они попадают под так называемые частные обвинения. Что это значит? Это значит то, что пострадавшие должны самостоятельно прийти в полицию, самостоятельно написать заявление, после этого самостоятельно ходить в мировой суд и совершать все процессуальные меры. Понятно, что с одной стороны для этого должно быть профильное юридическое образование, чтобы это сделать правильно, с другой стороны это очень затратно и с точки зрения времени, и с точки зрения моральных каких-то ресурсов, и очень мало кто может себе это позволить. То есть в случае частного обвинения пострадавший не предоставляется адвокат, а если будет возбуждено дело, то адвокат от государства будет как раз предоставлен тому, кто это насилие применял и кто избивал. На самом деле ещё одна эркетистская, которая хотела бы помочь, хотела бы разобраться, они понимают, что на любой стадии женщина может прийти, забрать заявление, они уже ничего сделать не могут. Более того, когда мы общались с полицейскими и разъясняли им тоже различные аспекты проблемы домашнего насилия, они как раз жаловались, что они хотели бы что-то сделать, но тем не менее в отсутствии профильного закона у них связаны руки и сделать они ничего не могут. И нужно понимать, что порой женщина действительно понимает, что она больше не может жить в этом адру, и она готова пойти написать заявление, а потом начинается психологическое насилие как со стороны самого агрессора, так со стороны может быть свекроби или детей, друзей, кого угодно, что что же ты сделаешь, подумаешь, он всего лишь тебе там пол черепа разнес, а ты его хочешь в тюрьму отправлять, и очень многих еще пугают тем, что зачем твоим детям потом отец уголовник, они потом ничего не смогут в жизни сделать. То есть он должен понимать, что все эти проблемы должно зафиксировать государство. Государство должно сделать так, чтобы женщина могла безопасно лишить себя таких обстоятельств. Она должна чувствовать себя уверенно, если она приняла решение, что таких отношений больше быть не должно. Конечно же, у нас очень плохо дела обстоят с профильными специалистами, потому что, если мы опять-таки прибегаем к зарубежному опыту, то здесь я говорю даже не про Америку и не про какую-нибудь Австралию или Норвегию, а я говорю про постсоветские республики, уже много всего придумано. В Украине, например, в полицейских отделениях есть специальное ведомство, которое занимается проблемой домашнего насилия, и там работают женщины, которые знают именно специфику явления, то есть именно все про цикл, почему женщина не уходит, почему ей трудно эти отношения прервать. Также то же самое есть и в Киргизии, и там, например, совсем недавно президент писал нововведение в закон против домашнего насилия, которое сделало так, что теперь о случае домашнего насилия может заявить не только пострадавший, а любой человек. То есть если вам кажется, что в семье что-то происходит не то, вы можете об этом заявить, и уже полицейские будут разбираться, нужна там помощь кому-то или не нужна. С одной стороны, можно сказать, что это действительно какое-то там, я не знаю, нарушение частной жизни, тем не менее мы понимаем, что когда вопрос стоит в жизни и смерти, здесь, конечно, лучше переделать, чем не доделать, потому что это вопрос десятков тысяч жизней. И здесь я, наверное, скажу два слова про декриминализацию, если есть такая надобность, или все, в принципе, представляют, что такое? Все представляют, что было именно сделано. То есть как обстоит ситуация? У нас год назад совсем недавно появилось первый раз в нашем законодательстве понятие побоев в отношении близких лиц. То есть вместо того, чтобы принять правильный закон, мы сделали хотя бы малюсенький шаг в правильном направлении и выделили это в отдельную категорию. И получилось, что из-за этого именно мы разделяем побои в отношении близких лиц и побои в отношении всех остальных. И после этого, как я уже сказала ранее, наши депутаты решили, что нужно вот эту вот несправедливость искоренить, и они перенесли побои в административный кодекс. Мало того, что еще не закончился год и нету официальных данных, но мы уже знаем, что очень сильно это повлияло на количество случаев. Мало того, что мы знаем, что мужчины теперь в открытую говорят, что теперь я тебя могу убить, и мне ничего за это не будет, так еще здесь как раз вопрос восприятия, что если раньше это был состав преступления, и было понятно, что это уголовный кодекс, что это суд, то сейчас это правонарушение, где чаще всего, как показывает судебная практика, выносят штраф. Мы должны понимать, что штраф в основном, конечно же, вынимается не из кармана обидчика, а из семейного бюджета. То есть у женщины дилемма, если у меня побил муж, хочу я отправить 15 тысяч рублей государству отдать или кормить семью хоть как-то. И вот совсем недавно женщина рассказывала про то, что суд присудил как раз штраф в размере 5 тысяч рублей, в итоге ее муж не мог его заплатить, и в итоге у нее не было возможности даже выехать за границу, потому что штраф висит на семье, и она ничего не может сделать. Это приводит к тому, что проще, конечно же, об этом не говорить, и это все больше влияет именно на уровень латентности этих преступлений. То есть вместо того, чтобы проблему идентифицировать и работать с самой проблемой, а не мужей с последствиями у нас, решили еще раз показать женщинам, что это ваши проблемы и решайте их самостоятельно. Здесь, по-моему, у меня все по слайдам, поэтому я, наверное, скажу еще два слова именно про самооборону, чтобы уже перейти по второй части. У нас есть в законодательстве в принципе какие-то механизмы, которые дают право самообороняться, защищать себя, но тем не менее они абсолютно неэффективны. Почему? Потому что очень большое количество женщин сидят у нас в тюрьмах за умышленное причинение вреда здоровью или за умышленное убийство, когда это была очевидная самооборона. Наш Верховный суд абсолютно не хочет правильно разжевывать нашим судьям нормы закона о самообороне и считать, что в этом контексте очень важна реальная угроза и было конкретное реальное уголовное дело, когда женщину изнасиловали и судья решил, что это не было угрозой жизни. Подумаешь, сволочь изнасиловали. Ну, полежишь чуть-чуть, потом домой пойдешь. То есть тебе ничего не угрожало, поэтому самообороняться не надо. Большая беда заключается в том, что у нас нет никакой статистики по тому, какой процент вот этих дел по самообороне считается как умышленное. И мы, конечно, можем говорить только со слов женщин, которые сидели в тюрьмах и потом приходили и рассказывали о том, что им рассказывали те, кто вместе с ним сидел. И, в принципе, можно смело говорить про самым скромным подсчетом, что только 15% тех женщин, которые находятся в местах лишения, свобода — это как раз просто защита своей жизни банально, когда потом они вынуждены за это еще сидеть. Я, на самом деле, считаю, что если говорить не про реальную жизнь, которая сейчас происходит у нас в стране и выглядит очень-очень пугающе, а говорить именно, наверное, в теории про вопрос самообороны, с феминистской точки зрения мне кажется, что это не очень правильно. Почему? Потому что получается, что вместо того, чтобы работать опять-таки с причиной, с самим агрессором, с самим мужчиной, как бы воспринимается так, что на женщину наклонится еще одно обязательство себя защитить. То есть вместо того, чтобы в детстве учить девочек маленьких не заходить в лестницу с незнакомым дядей, нужно делать так, чтобы эти дяди знали, что шаг в лево, шаг в право, и они сразу окажутся в тюрьме. И они боялись этого категорически. Поэтому сегодня действительно каждая женщина, в большом сожалению, должна защищать себя сама. Но в правильном обществе и в правильном мире, конечно же, женщина может заниматься спортом чем угодно, и это должно быть связано с ее удовольствием, а не с того, что она боится выходить на улицу, и чтобы не было так называемого женского комендантского участка. Ты понимаешь, что ты оказалась на улице одна, и ты абсолютно не защищена, и только сама можешь себе помочь. Недавно я как раз разговаривала тоже с мужчиной, который проводит курсы по самообороне, и я с ним как раз не то чтобы спорила, но рассказывала ему про то, что я считаю, что в принципе это, наверное, неправильно накладывать на женщину еще вот это обязательство, чтобы она не думала, ага, мало того, что я страдаю, так это я еще виновата, что я не могу за себя постоять. И мы как раз сошлись к тому, что в теории в нормальном обществе этого быть не должно, но он рассказывал про несколько конкретных случаев, когда приходили женщины, уже будучи в долгих отношениях с домашним насилием, и он их чему-то учил, получалось так, что необязательно эту силу применять, но они внутри как бы получалось слепили какой-то стержень, который уже не давал мужчинам применять это самое насилие, то есть вместо того, чтобы забиться в угол и бояться, они психологически уже знали, что если что, они дадут отпор, и поэтому вели себя это совершенно по-другому и совершенно иначе защищаются свои границы. И он рассказывал про конкретный случай пару недель назад, когда мужчина, женщина развелась, она всячески пыталась с ним прятаться, он начал ее опять-таки преследовать, он хотел ее избить на лестничной клетке. И она просто, учитывая те практики, которым она уже обучилась, она умудрилась 15 минут давать ему отпор, и эти 15 минут хватило для того, чтобы приехала полиция. То есть, если бы у нее не было этой возможности, если бы она не могла просто знать, на какое место надавить, или как себя правильно повести, то просто неизвестно, что было бы спустя эти 15 минут. Поэтому, повторюсь, что мне, конечно, хочется, чтобы у нас вообще не было надобности собираться, обсуждать домашнее насилие, или обсуждать защиту себя, чтобы просто это не было в нашей повестке. Но, к большому сожалению, эта надобность есть, и самое главное, что может делать каждый, это не молчать об этом, говорить об этом. И если вы вдруг видите, что у кого-то из ваших знакомых может быть такая ситуация, но они боятся вам рассказать, то просто, наверное, вовремя дать им возможность просто прочитать какую-то информацию и понять, что это ненормально. То есть мы сейчас в первую очередь должны справиться с первой стадией этого заболевания, это хотя бы начать об этом разговаривать, перестать этого стесняться, и чтобы все женщины, которые сталкивались с насилием или могут злухнуться с насилием, понимали, что ни в коем случае никогда это не их вина. В этом всегда виноват тот человек, который это насилие применяет. И самое важное, чтобы каждая женщина понимала, что если в ее жизни не было насилия, то это всего лишь ей повезло. Это не ее заслуга, это всего лишь течение обстоятельств, это всего лишь удача. На такой не очень позитивной ноте я, наверное, заканчиваю. Есть какие-то вопросы? Спасибо. Мне зовут Иван, я профессиональный психолог, и в моей семье было домашнее насилие. Когда мои родители разводились в 1995 году, то отец не мог этого принять, и он пытался с топором ворваться в комнату, разворваться с моей мамой. Были какие-то такие истории. очень непростые. Если бы не я, то, наверное, факт, возможно, какого-то причинения какого-то вреда возможно был. Ну, возможно, скажем так. Спустя годы, когда я уже, будучи в очень взрослом возрасте, получил соответствующее образование, оно у меня не просто психологическое, а психоаналитическое, я стал понимать, почему это происходит. что военные вообще, на самом деле, подвержены некой такой психопатии, они по-другому устроена психика. И еще очень важный момент, что не просто так люди объединяются, соединяются, что вот этот агрессор, он притягивает к себе жертву, женщину, в которой либо родители, либо общество, либо среда формировала эту жертвенную позицию. То есть, грубо говоря, они притягиваются. Совсем недавно вышел сериал, который называется «Большая маленькая ложь» с Николь Кидман. И вот она сама юрист по образованию, ну, как бы, я имею в виду ее героиня, и вот эта модель взаимодействия как бы агрессора и жертвы, она очень хорошо там описана с укрытием, то есть, она одевала длинную одежду, чтобы скрыть факты насилия, и очень долго терпела, переживала за детей, и как, и что, и находила психологу. И психолог, и не то что там, ну, даже она, да, она в грубой какой-то форме посоветовала, сказала, что нужно сделать. Почему? Потому что она понимала, если бы она не предприняла бы эти шаги, она могла бы, ну, условно говоря, умереть в том числе, да, то есть, погибнуть как бы от рук ее мужа-агрессора, который ее любил, но это было такое извращенное понимание любви, то есть, чувство контроля, то, о чем вы говорили, да, вот, и к чему я, как бы, призываю, все, это все очень важно, безусловно, но если вы чувствуете в себе хотя бы немного, если вы разбираете себе, чувствуете, что у вас есть жертвенная позиция, ну, как бы вот сама по себе, то знаете, что есть, конечно, шанс, что вы можете в свою жизнь, да, не важно, кто это будет, мужчина, женщина, не важно, но что это будет человек доминантный, и у него будут какие-то, ну, скажем так, да, неотработанные, определенный момент, он будет достаточно агрессивным, человек, и что-то может, ну, как бы, произойти, то есть, потенция к этому, да, потенциал какой-то определенный есть, поэтому к себе тоже, конечно, нужно прислушиваться, но та тема, которую, вот, как бы, понятно, что вы не работаете с предпосылками, вы работаете уже, по сути, как бы, с последствиями, да, и вот с причинами в плане вот проявлений, это очень важно, но я понимаю, так как мужчина в основном, конечно, в политике, почему они купируют и всячески отодвигают принятие этого закону, а так материалы очень-очень-очень полезны, я думаю, что все получили удовольствие, вам большое спасибо. Спасибо большое, это да, отвечу, это два слова, ну, безусловно, конечно, нужно понимать, что это все психологическая основа у всего, и когда мы говорим про насилие, не обязательно это то самое откровенное насилие с руками, с полаками, а оно может быть именно психологическим, что-то даже непонятно, о чем говорить, где то самое нарушение границ, и здесь, наверное, вы лучше меня знаете, но в основном это все сводится к тому, что как раз дети, которые не получили должного внимания от родителей, они пытаются быть удобными, им кажется, что если они будут покладисты, то как раз не будет никаких проблем, и они очень пытаются завоевать любовь, поэтому вот эти мужчины, применяющие насилие, для них это очень-очень больное место, причем потому что они при ухаживании ведут себя как самые лучшие на земле, и этим женщинам кажется, что вот наконец-то, наконец-то меня кто-то любит, и когда на крючок уже посадили, тогда уже можно сделать все, что угодно. Помимо этого, я всячески призываю вас всех подписываться в Facebook на нашу страницу, читать сайт, почему? Потому что у нас не только какие-то плохие новости, но и вообще все, что происходит в мире касательно этой проблемы, например, вот на этой неделе один из университетов в Англии выиграл 4,5 миллиона фунтов для того, чтобы разработать компьютерную игру против домашнего насилия, то есть чтобы мальчики вместо того, чтобы приехать в ГТА, где все друг друга убивают, могли именно с интересом для себя понимать эту проблему. Вот. Или вот на днях, например, у нас сейчас выйдет материал про 11 признаков и того, как незаметно детям прививают терпимость к насилию, то есть вместо того, чтобы выстраивать их психологические рамки и независимость, то наоборот, там из серии, когда ребенку маленькому не нравится кто-то из родственников и там его заставляют посидеть на коленках или там целуют его в щеке, и он говорит, нет, я не хочу никому при этом, говорят, что это же твой дедушка, это твой бабушка, нет. То есть вот эти все маленькие штучки, на самом деле, они потом в итоге приводят к этим страшным последствиям. И вот последнее я хотела сказать про военных. Действительно, есть этот язык силы и в Украине недавно был очень интересный случай, когда после анетеррористической операции многие солдаты пришли домой и они, конечно, позволили себе очень сильно распустить свои кулаки и женщины не хотели это терпеть, но там общество немножко уже подготовленней и журналисты начали об этом писать и была очень большая дилемма и раскол в обществе, можно ли осуждать тех героев, которые сейчас после революции спасают нашу страну, что про них якобы вообще нельзя сказать ни одного плохого слова. И, к счастью, при помощи журналистов и при помощи женщин, которые понимали, что ни в каком контексте насилие не может быть оправданий, донесли, что хорошо, ты воевал, у тебя травмы, ты видел там много труб, все что угодно, но это в любом случае не дает тебе никакого права распускать руки. Но это говорит просто про то, что их общество немножко уже здоровее, немножко нас, точнее, существенно нас опережает. Потому что я пока что не могу себе представить в российском контексте таких разговоров на уровне государства. Все, спасибо. Спасибо.